Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски рубрики «Камчатка. День за днём», рассказывающие о том, как жил наш полуостров в различные годы века минувшего. Эти выпуски строятся на материалах старых документов и не менее старых газет советского периода. И, боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Так получилось, что в последнее время я достаточно сильно хронологически отстаю. Если раньше эти выпуски соответствовали дням, в которые они выкладываются на канал Ютуба, на котором вы сейчас находитесь, то сейчас я запаздываю на месяц. Но я как-нибудь постараюсь со временем это наверстать. Сегодня мы узнаем, что происходило на полуострове с 30 июля по 5 августа в различные годы века минувшего. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. Газета «Камчатский вестник». 30 июля 1918 года. Газета сообщает, что в эти дни происходило на полуострове. Хайлюзова. Ход рыбы средние. Наблюдается крайняя нужда в чае и хлебе. Цены на продукты рыбопромышленников крайне повышены. Милькова. Совершенно отсутствует хлеб. Что касается рыбного запаса, то он крайне скуден. Облаковина. Ход рыбы еще малый. И тут же газета пишет, что Камчатским областным комитетом получена телеграмма следующего содержания. Сообщим жителям острова Беринга о происшедшем перевороте. Радуются и благодарят граждан, совершивших переворот. Рад я, что дожил до этого времени. Жители приветствуют областной комитет и желают плодотворной работы в рамках восстановлений прошлогоднего съезда. Председателю областного комитета шлют поклон и пожелания доброго здоровья. Товарищ председатель областного комитета Сусляк. И еще информация, опубликованная 30 июля 18 года прошлого века на страницах Камчатского вестника. В Камчатский областной комитет поступило заявление делегата от острова Беринга Бадаева, указывающее на уменьшение и исчезновение оленей на острове Беринга. Ввиду того, что оленеводство на острове, пишет газета, является крайне необходимым и полезным для населения, является необходимой организацией покупки и доставки на остров Беринг Камчатских оленей для развода по усмотрению и указаниям специалистов оленеводов. День следующий, последний день июля 1949 года, газета «Камчатская правда», главная газета «Полуостров», пишет в статье, называющейся «Путешествующий почтовый мешок», что в Петропавловское отделение «Союзпечати» 7 и 8 июля начали поступать жалобы из села Коряки о том, что подписчики не получили «Камчатскую правду» за 6 июля. Были организованы розыски бесследно исчезнувших 600 экземпляров газет. Только через две недели мешок обнаружили среди авиапочты, прибывшей из Хабаровска. Полностью историю о том, что происходило с этим самым почтовым мешком, можно будет прочитать на моем одноименном канале сервиса «Яндекс.Дзен». Попасть туда вы можете по ссылке, которая находится в описании под роликом. Канал так и называется «Камчатка» с Александром Петровым. Кстати, напоминаю, что «ща» значит «щаранской». Совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Креативная партия свободы совести, генеральный секретарь, величайший правозащитник всех времен и народа, уважаемый Левна Танович Щаранской. А мы опять продолжаем наши увлекательные краеведческие изыскания. Первый день, августа 1920 года. Газета «Известия» публикует объявление Паратунского волосного комитета. «Лов рыбы в реке Паратунке без разрешения волости запрещен. Нарушители этого постановления будут привлекаться к суду, а все снаряжения лова рыбы будут отбираться». Подписали председатель Тюменцев и секретарь Тюменцев. Фамилия Тюменцева достаточно широко известна в Паратунке. Это семья камчатских старожилов. Наконец-то вы узнали правду. День следующий. Второй день августа 1935 года. Газета «Камчатская правда» сообщает о работе камчатской комплексной экспедиции Академии наук. С Ильичем прибыли. Замечу, Ильич – это название парохода, который в те годы был единственным видом сообщения Камчатки с материком. С Ильичем прибыли. Начальник камчатской комплексной экспедиции Академии наук СССР товарищ Бронштейн. И начальник Ключевского вулканологического отряда товарищ Владавец. Обе орденоносцы. Прибыл также состав зимовщиков вулканологического отряда. Одновременно, пишет газета, завезено все научное оборудование Ключевской вулканологической станции. И стройматериалы для строительства станции. В настоящее время среднекамчатский отряд произвел почвенную и ботаническую съемку обширной долины около села Начик. Южнокамчатский отряд начал изучение земель Большеретского совхоза. Верхнекамчатский геологический отряд вышел в маршрут по реке Колпаковой на восток. Ключевской вулканологический отряд производит фотограмметрическую съемку Ключевской сопки и сбор газов и продуктов вулканизма для химических анализов. Ну что, продолжим наше увлекательное краеведческое чтение. День следующий. 3 августа, год 1923, газета «Полярная звезда» публикует объявление временно исполняющего делами начальника Камчатского отделения ГБУ Виталия Кручины. На самом деле, его настоящая фамилия, напомню, я уже говорил об этом в своих роликах, Толкачев. А Кручина – это кличка. Как принято было в их большевицкой уголовной среде, нужно иметь кличку, или, как говорили большевики, погоняну. Кстати, обратите внимание, что даже подписываясь с должностью временно исполняющего делами начальника Камчатского ОГПУ, Толкачев подписывался не настоящей фамилией, а кличкой. Судьба его наказала. Итак, объявление. Всем советским и гражданским учреждениям, а также и гражданам, гражданкам города Петропавловска и его окрестностей, Камчатской губернской отдел ГБУ предлагает в трехнедельный срок, со дня опубликования настоящего объявления, зарегистрировать все имеющее сын в руках оружие, как-то охотничье, нарезное и карманное. За неисполнение сего виновные будут преданы суду. Вместе с Кручиною это объявление подписал также комендант Камчатского губернского отдела ГБУ Советской. День следующий, четвертый день августа, 1956 год, газета «Камчатская правда». Газета пишет, что улучшается медицинское обслуживание водников. Из года в год растет и расширяет свою деятельность больничный городок поселка Водников на Красной Соке. Здесь имеется хорошо оборудованное здание поликлиники с различными кабинетами, оборудованными первоклассной медицинской аппаратурой, рентгеновский кабинет, зубопротезный кабинет. Намечено также открытие в поселке Водников, пишет газета «Аптекарского магазина». Ну и последний материал, который мы рассмотрим сегодня, был опубликован 5 августа 36-го года прошлого века. Опять-таки, в главной газете «Полуострова» в Камчатской правде. Газета сообщает, что закончился велопробег Петропавловск, Большерецк, Петропавловск. 3 августа, пишет газета, благополучно возвратилась группа велосипедистов в составе товарищей Малахова, Поспелого, Мехника, Юхновского и Краснобёрова, начавшая 18 июля велопробег Петропавловск-Большерецк-Петропавловск. Путь протяжением в 500 километров туда и обратно покрыт в 51 ездовой час. Настроение участников бодрое, состояние здоровья отличное. Некоторые прибавились в весе. Во все дни движения неблагоприятствовала погода, пишет Камчатская правда. Шли дожди, приходилось отсиживаться в населённых пунктах. В редкие солнечные дни наверстывалось упущенное. Как показал пробег, дорога в основном в хорошее время года возможна для велотуризма. Показал и высокое качество отечественных машин Бензенского завода, испытанных в этот маршрут и вполне пригодных к эксплуатации по Камчатским дорогам. За всё время пути машины работали безукоризненно. Вот так прошла Камчатская неделя. Ну а теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что происходило на полуострове в разные годы века минувшего, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то выполните рекомендации по подсказке в правом нижнем углу экрана, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания.